здравствуйте друзья сегодня у нас в mountain view будет концерт дмитрия быкова выступление вот у меня билетик лежит на пассажирском сиденье так дайте прочитаю дмитрий быков поэзия проза прочее вот так что посмотрим как человек в живом зале я если удастся заснять что-то я засниму если если можно хотя вы сами понимаете что качество звука в зале не такое хорошее там правда динамики стоят поэтому если звук какой-то пишется то это не из голоса с динамика с динамика я там же писал шандеровича там какое-то время назад вы можете у нас на канале полистать дмитрий быков я вспоминаю историю которую рассказал леонид утесов ну кто знает тот знает легендарный человек значит и вот утесов он одессит по происхождению а последние годы жил в москве и вот его спрашивают там почему вы редко приезжаете в одессу но это видимо шутка была то что он отвечал это это было у меня на глазах то есть я я видел его в этот момент на экране это было в телевизору но было на экране и вот он говорит что как-то он у него связаны с одессой говорит он тяжелые воспоминания и вы так какие он говорит ну вот выхожу я с концерта а там ну толпа какая-то его окружили там автографы берут там туда сюда как восторжены какие-то и вдруг какая-то там тетя роза но условно пробивается через толпу с мальчиком и значит и уже добирается до самого утеса туда прямо в ближний круг и она говорит мальчику агать моня посмотри это утесов ну моня видимо не очень смотрит или как-то отвлекается она ему говорит ты смотри сейчас когда ты вырастешь он уже умрет и вот значит я вспоминаю эту историю почему потому что в некотором смысле я я думаю надо пойти сейчас вы приезжает человек дмитрий быков так надо пойти сейчас пока он на свободе давайте так надо посмотреть на нем потому что вы знаете как всякое бывает уже с другой раз захочешь пойти посмотреть а а уже нет на свободе человека я как бы мысленно отдаю должное государю вот этому от органов мог бы мог бы многих понимаете вот и никто бы не пикнул даже я бы сказал больше если бы так он начал этим заниматься так активно вот не так как сейчас так как бы стыдливенько а так уже по-настоящему от души поддержали бы там уже не то что 85 процентов там уже 94 были бы вместе с этой пятой колонны или как она там у них национал передателями вот это уже бы все поддержали но нет нет как то вот не дорабатывают и поэтому у нас создается такая возможность сегодня тьфу 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 я не пытаюсь накликать ради бога я так шуткую ну по-своему так что друзья вот у нас сегодня такое мероприятие и я от от батрачу свой урок в вечернем классе это с 6 до 7 концерт начинается в 7 30 у меня будет там 30 минут не будет но там сколько нужно чтобы покинуть помещение 25 и вот за эти 25 минут я должен буду добраться до магазина русский клуб вы его знаете мы там часто снимаем и вот а при этом магазине русский клуб есть такой зал большой там бывают концерты там бывают всякие вечеринки я собственно планирую там 60-летие свое встречать вот в апреле месяце еще не ближний свет но в общем месяцев через восемь там когда до этого дела дойдет значит вот мы там договаривались у них кейтеринг свой то есть у них там еда и помещение там видео и аудио и там все это оснащенное помещение так что это место такое известно вот там и будет этот концерт туда в принципе если трафика нет так можно было бы доехать минут за десять может и быстрее но кто его знает что там будет в общем такая вот история хотя я вам скажу русские концерты имеют в америке отличительную особенность они когда начинаются это минимум полчаса проходит вот назначенного времени это вот просто вы знаете если вы опаздываете до получаса вы туда зайдете он еще не начнется так вот мать мое такое личное воспоминание об этом всем я не часто хожу на что-то последний раз ходил на шендеровича достаточно давно вот его бы на свободе это это отрадно на самом деле за это надо поблагодарить даже могли бы и бритовка этапы чем угодно могли бы вот мы все понимаем так что друзья поздравьте меня с возможностью посетить творческую встречу счастливо